Вот у нас Дима Корнеев, он сегодня пробежал, ну, мягко говоря, скажем, не самым лучшим образом, вот, ну, наверное, сказалось вчерашняя восьмерка на двух карпских кругах. Дим, расскажи вообще, как ощущения, как, что? Ну, тяжело бежалось. Все. Все, да, тяжело бежалось, понятно. Отлично, да. Скажите. Нет, не то, что прям тяжело, я смог прибавить в конце, но я просто боялся, что мне не хватит сил, поэтому вначале я, как бы, не топил. Не топили, да. Вот в преддверии вузов, которые будут 8 и 9 декабря, может, вы нам приоткроете какую-нибудь тайну, может, что-нибудь поменяется в ваших видах, или вы будете бежать вот полторы и три по классике? Может, 800 захотите пробежать, нет? Нет, 800, нет. Сейчас точно не готов. Как вот вообще бежал из Манежа спустя... Может, думает, у меня телеканал какой-то берет. Да, и говорить немножко погромче, что, может быть, не слышно на камере. А вот как вообще тренировалось после того, как вы в Манеже 2 года не выступали уже, или сколько? То есть тяжело сейчас взять? Конечно, здесь вот бежать в Манеже, когда ты не тренируешься в Манеже, конечно, ужасно. Ужасно. Вы говорили, здесь сухой воздух, скажите... Кашель начинается. Да, то есть стоит ли, может, подать какую-то апелляцию вот в МГСУ, то, что результаты были слишком низкие, показаны в связи с тем, что вот воздух был недостаточно влажным. Нормальный воздух. Да, нормально. Ну, то есть, МГСУ здесь ни при чем. Как вообще себя чувствуете после бега, когда вы уже кушаете яблочки, типа? Вы уже полностью остановились, да? Сейчас уже нормально, да. Все, я понял, так. А вы, как Михаил, у вас брали интервью? Нет, у меня не брали. Все не ябрали интервьюеры. Все, спасибо большое, Дмитрий. До свидания.